Привет, друзья! Yo aprendo, tú aprendes, él aprende, nosotros aprendemos, vosotros aprendéis, ellos aprenden. И глагол creer, верить во что-то или считать, полагать. Yo creo, tú crees, él cree, nosotros creemos, vosotros creéis и ellos creen. То есть в vosotros получается две буквки, вторая ударная. Итак, переходим к глаголу на ир. Сегодня начнем с глагола bevir. Bevir это глагол жить. Во многих песнях встречается. Вот сегодня мы разберем как его проспрягать. Система такая же, я думаю, что вы уже отточили этот навык. Выделяем окончание и основу. Основу прописываем сразу везде. Бип-бип-бип-бип-бип. Можете остановить здесь видео прописать и продолжим дальше. Итак, глаголы на ир будут самыми слабыми. Найти среди правильных глаголов для сегодняшнего занятия, для примеров, задача достаточно сложная, потому что в основном у них всех будет своеобразная неправильность. Мы ее разберем с вами немного позднее. Поэтому, что можно сразу здесь отметить? Ну, вы помните, что у слова я всегда одинаковое окончание во всех глаголах это о. То есть я живу, бибо. Ну, например, живу где-то в, например, в Москве. Бибо и мушку. Живу в Москве. Бибо и мушку. Живу в России. Бибо и Руссия. Я не живу в Испании. Но бибо и Испания. Но бибо и Испания. Дальше слово... Давайте, наверное, сделаем таким образом. Перейдем сейчас к но-сотрус и бос-отрус. Вы помните, что схема была такая, что окончания у всех одинаковые, и перед окончанием должна стоять та буква, которая стояла перед эрой в инфинитиве. То есть мы здесь можем смело писать ИИ, и вспоминаем. У нас отрус окончание было МОС, то есть мы живем БИБИМОС, и вы живете... Вот смотрите, здесь мы не будем вот так делать, а мы удлиним вот эту И, которая уже здесь стоит. БИВИС. Например, такой нескромный вопрос задает кто-то кому-то. Слово ХУНТОС, ВМЕСТЕ. Вы живете вместе? БИБИС ХУНТОС. Мы живем с родителями. КОН ПАДРЕС. ПАДРЕС, родители, а слово ПАПА, во множественном числе ПАДРЕС, родители, КОН, это С. БИВИМОС КОМ ПАДРЕС. Да, и напоминаю еще раз, что местонения мы речи не употребляем, потому что сами испаноговорящие редко, за редким исключением их говорят. Что же касается форм на ТУ, ЭЛЬ и ЭЛЬЮС, глаголы на ИР будут подворовывать их у глаголов на ЭР. То есть мы вспоминаем все те окончания, которые имеют глагол на ЭР. Ну, мы начали с повторения, поэтому сейчас легкостью напишем. ТУ будет ЭС, ЭЛЬ, Э, И ЭЛЬЮС, ЭНЬ. ТУ ВИБЕС, ЭЛЬ ВИБЕ, И ЭЛЬЮС, ВИБЕН. Например, вопрос. Ты живешь с родителями? ВИБЕС КОМ ПАДРЕС. Ты живешь в ЛОНДОНЕ? ЛОНДОН. ЛОНДРЕС. БИБЕС КОМ ПАДРЕС. Ты живешь в ЛОНДРЕС. Так, ну и давайте для тренировки, например, два глагола. Сейчас вот это сокру. Два глагола ЭСКРИВИР и АВРИР. АВРИР. ЭСКРИВИР – это ПИСАТЬ, похоже на слово СКРЕСТИ, ПИСАТЬ, и АВРИР – ОТКРЫВАТЬ. Это опять вам на домашнее задание. В начале следующего занятия мы с вами это проверим. Ну что ж, жду вас на следующем уроке. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!